Давайте обратимся к этому матчу. Среди самых легких боксеров в весе до 48 килограммов победил Александр Махмутов, чемпион СССР. Выиграл он у серебряного призера чемпионата Соединенных Штатов Хосе Ореола. В втором на легчайшем весе 19-летний Сергей Уфимцев в жестком встречном бою выиграл за счет опережений точных встречных ударов. Вы видите один из характерных эпизодов. Уфимцеву присуждена победа над Рихардом Дюраном. В легчайшей категории еще один дебютант сборной СССР Альберт Казанчжан вновь оставил самое хорошее впечатление. Решающей в этой встрече с Клеем Дженкинсом были вот такие атаки нашего спортсмена. И в контратаке, в данном случае, американский боксер пошел вперед. И Казанчжан очень точно и уверенно отвечал встречными ударами. Следующая категория полулегкая. В поединке чемпиона Европы Самсона Хачатряна с одного из самых опытных наших боксеров, с Куком Ричардсом, арбитры тоже были единодушны. Счет стал 4-0 в пользу нашей команды. Зал заполнен. Спорткомплекс олимпийский. Теперь, товарищи, посмотрим поединок легковесов. 20-летний Арзубек Назаров, один из самых одаренных наших молодых боксеров, против призера чемпионата Соединенных Штатов. Вильяма Лонг-Стрит. Это второй раунд. В первом Назаров тактически очень верно вел бой, удерживал соперника на дистанции, удачно, легко передвигался по рингу и несколько ударных комбинаций нашего спортсмена. Принесли, мне кажется, ему преимущество в очках. Но вы обратили внимание, боксер выступает в защитных шлемах, начиная с чемпионата мира. Это будет обязательно. Назаров ведет бой в правосторонней стойке. Придерживал соперник нашего боксера. Сейчас мягкая, непринужденная манера ведения боя Назарова сочетается с неожиданными резкими сериями ударов. Он сейчас вовремя не ушел из фазы боя после атаки и пропустил удар наш спортсмен. Но в большинстве боевых эпизодов Назаров опережает Лонг-Стрита, перехватывает начало его атак и сам уверенно атакует. Ну, пока что успех приносит свободное, быстрое перестояние от защиты к атаке. Боксера в Соединенных Штатах, как правило, отвечает умение вести поединки в ближнем бою на средней дистанции. В этом, видимо, влияние профессионального бокса сказывается, где этим дистанциям средней, короткой отдается предпочтение. В том эпизоде, когда вошел в клинч Назаров, я хотел бы смотреть вместе с вами, конечно, как он будет действовать в ближнем бою. Есть много известных специалистов бокса. Сейчас на экранах почетный президент Всемирной Ассоциации любительского бокса Николай Ассанч Киргизский. Спортсмену 19 лет. Участник Великой Отечественной войны. Человек очень многое сделавший для и только для нашего, но и вообще международного бокса. В 16 международных встреч в 14 добился побед. Чемпион Европы среди юниоров 84-го года. Вот видите, как придерживал Лонгстрида нашего боксера и получил замечание за это. Он из города Фрунзе. Вот сочетание контратакующего стиля с наступательным, причем без потери темпа, маневра. Это отличает Радзубека Назарова. Многие тактические нюансы часто умело используют американские боксеры. Сейчас, например, можно ожидать очень активное начало третьего раунда. И вообще, заключительные раунды американцы проводят обычно значительно сильнее. Но подготовлены они физически. Должно быть отлично. Вот эта команда месяц тренировалась совместно с профессионалами. Вот так она и идет. Пытается подстрелить события в регионе Лонгстрида. Встреча в регионе Лонгстрида. Конечно, он тоже готов к этому. Уже достаточно опытен в тактическом плане тоже. И предугадывает. Серийные комбинации американцам. Не позволяет ему захватить инициативу наш спортсмен. Лонгстрида. На бой, на бой, на бой. Лонгстрида. Все время стремится разрывать дистанцию и войти в ближний бой. За счет маневра четких встречных ударов разобрек Назаров не позволяет ему в хозяинном положении пока в этом бою. Это опасное движение головой было со стороны американского боксера. У sufficient было иная система. Лонгстрида. Лонгстрида. У Dyкина. Лонгстрида. Лидма. 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 Хит. Хит. В начале я сказал, товарищи, что матч этот сборных СССР и США, 18-й по счету. Да, в подобных традиционных встречах в подавляющем большинстве боев побеждали советские боксеры. Ну, в 14 матчах два завершились ничью, один наша команда проиграла. Но вот именно в таких встречах дебютировали в разные годы в своих сборных отличные мастера в дальнейшем. Например, олимпийские чемпионы Лемешев, Кузнецов, Рэй Леонард, братья Спинксы. Кстати сказать, не у всех был удачный дебют. Чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе, например, Леон Спинкс. Проигрывал и Вячеславу Лемешеву, и Анатолию Климанову. Ну, вот Фильям Лонгстрит неплохое впечатление оставил. А вот разобег Назаров не позволил ему раскрыть, мне кажется, в этой встрече полностью дарование. Но арбитры определяют победителя. Боковые арбитры. Эдольф США, граф ФРГ и Баранников СССР. А в ринге судья Паркинс из Соединенных Штатов Америки. Победу одержал Арзубек Назаров в Советской Союзе. Назаров выиграл в этой встрече, счет стал 5-0. Следующий поединок в первом полусреднем весе тоже представляется мне интересным. Василий Шишов, двукратный чемпион Европы, победитель Кубка мира 81-го года. Вот справа в дальнем углу. Вот он, Василий Шишов. Встретится с лучшим боксером этой сборной Соединенных Штатов, Николасом Кокорисом. Лучшим Кокориса назвал тренер американской команды Рузвельд Сандерс. Стиль многих боксеров Соединенных Штатов строится на беспрерывных маневрах, стремлении обострить события на ринге, подавить соперника. И вот в таких поединках, в общем-то, две тактики. Умение переломить ход боя, противопоставить еще большую остроту и мощь атак. Или путем хитроумного расчета умелых четких передвижений постараться переиграть соперника. Подумается мне Шишов, обладающий отличной техникой, будет решать задачи как раз второго плана. Соперник очень хороший, он призер розыгрыша Кубка Мира, недавнего, два месяца назад проводился. Пока разведочные действия предпринимают боксеры. Василий Шишов поддерживается в ожидательной тактике. Вот Шишов встречает соперника, пытается встречать, но уже атакующего. Не предвосхищает его действия. ВООН ПО contam. ПО. Это просто неловкое решение. Не решайте по кровати поднимать боксеры каких-нибудь обострений. Они будут, конечно, в дальнейшем в этом бою. Это безусловно. Но будем считать, что первый раунд был раундом знакомства. Ник Кокорис, Соединённых Штатов Америки, молодцы, луис. Митин, судья, информатор познакомит вас с американским спортсменом. Чемпион Соединённых Штатов Америки прошлого года. Это за два года занятий боксом. Сегодня проводит свой шестьдесят первый бой. Пока на счету боксера шестьдесят побед. Да, бронзовый призёр розыгрыша Кубка Мира. Я говорил, что два месяца назад он проходил. Сборная США от этого завоевала четыре серебряные и две бронзовые медали. Чемпионов не было у американцев. Наши боксёры были удостоены четырёх золотых медалей. И вот сегодня всех мы победителей того турнира увидим, надеюсь. Ну что ж, нельзя не любоваться лёгкостью, изяществом движения нашего боксёра. Шишов умеет тонко, вовремя выполнять эффектные, многоплавные комбинации. Манёвры его безупречия, но хотелось бы сегодня больше уверенности, акцента в концовках атак. Шоп! Шоп! Барс! А пока шишов боксеры в основном на отходах, сам не решается твёрдо и серьёзно атаковать. Шоп! 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 Вы, наверное, обратили внимание на лёгкость передвижений. Боксёры как бы летают по рингу, но сохранение устойчивости за счёт правильной активной работы ног позволяет боксёрам быстро и эффективно переключаться с одного действия на другое, то есть успешно вести бой. Шоп! Манёвры! Шоп! Шоп! Левая страница! Шоп! Молодец! Макс! Обычно у Шишову хорошо получаются очень повторные атаки. Первая бывает как бы пробная, вторая четкая, уверенная. Ждем их. Опасное движение было головой, по-моему, американского боксера. Рядом тренер, главный тренер сборной СССР Артем Лавров. Владимир Владимирович. Заслуженный мастер спорта Василию Шишову в мае месяце исполнится 25 лет. 13 лет назад он пришел в зал бокса города Куйбышева и начал заниматься боксом. Провел 220 боев. В двухстах десяти победил. Выиграл, значит, еще выигрывай. Выиграл, еще выиграл. Из 54-х международных встреч, 51-й добился побед. Трехкратный чемпион страны, двукратный чемпион Европы, победитель Кубка Мира 1981 года. Вот в этих эпизодах вы, видимо, обратили внимание, как неожиданно, легко, пластично переходил от обороны к атаке шов. Техника исполнения приема бокси теперь, конечно, основа мастерства. Однако классический европейский боксный искусств старел. Сейчас уже одного технического искусства ведения боя недостаточно. Оно должно выражаться более твердо, целенаправленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как КОИС, по-моему, пытается обострять ход боя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все время... Все время ищет позицию для главной, может быть, атаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макс! Макс! Сейчас хорошо, четко встречает наш спортсмен-чемпиона США. Чувствует, чувствует очень тонко партнера Василий Шишов, уже опытный наш мастер. Чувствует, что Николас Кокорис сейчас будет предпринимать основные атаки. Все сделает для того, чтобы победить в конце, да, за 20 секунд. До окончания третьего раунда. Ну, может быть, несколько не хватало жесткости в ответных действиях. Нашему боксеру. Ну, как всегда, он, конечно, элегантен и в контр-атакующей манере. И сегодня провел встречу, но хотелось бы все-таки, я думаю, тренеры это и сделают. Обратят внимание, были уверены в концовке атакующих серий или одиночных ударов. Но бой был нелегким. Гораздо сложнее, конечно, предстоят через три с половиной месяца на чемпионате мира. Но каким бы жестким ни был бой, как бы не закончился поединок. Боксеры в знак уважения друг к другу пожмут руки. Спорт, бокс, в частности, учит благородству. И в этом не было словно большой смысл. Василий Шишов в Советском Союзе. Василий Шишов объявлен победителем в этой встрече. Ну а теперь к рингу вместе с тренерами сборной направляется Исраэл Акапхакян. Один из самых опытных тоже наших боксеров. Три дня назад ему исполнилось 26 лет. Боксировать он будет во втором полусреднем весе с Франком Лиллисом. Чемпионом вооруженных сил США. 26 лет Акапхакяну, но в полном блеске дарования его раскрылось лишь в прошлом году. На чемпионате Европы и в розыгрыше Кубка мира, где Исраэл был для конкуренции. А в сборной давно уже, 6 лет, после того, как выиграл чемпионат мира среди юниоров. Выступал он на Олимпиаде в Москве, не совсем удачно. На многих соревнованиях, наверное, вот одаренному спортсмену мешала повышенная эмоциональность, впечатлительность. Он до слез переживал неудачи, не всегда умел верно оценить силы своей соперника. Поэтому, очевидно, звездный час Акапхакяна в спорте провел лишь в 25 лет, когда он стал зрелым, выдержанным, надежным бойцом. Но, так сказать, и теперь для Айзраэла Акапхакяна главное умение настроиться на поединок. Обычно начинает Акапхакян собрано, очень внимательно. Чувствуется у американского спортсмена превосходная реакция. Пружина собрана. Да, Акапхакян особенно силен в ответных действиях боя. Четкий умный маневр, отличной защиты и молниеносные контратаки. Вот стиль Исраэла Акапхакяна. Давайте-ка следим за американским боксером. Сейчас предугадал наш спортсмен атаку. Атаку Лиллиса с честью вышел из положения. Высокий длиннорукий американский боксер. На пресс-конференции тренер американский говорил, что у него отлично поставлены удары у этого спортсмена Фрэнка Лиллиса. Лучше значит вовремя предвосхитить атаку соперника, опередить его, предугадать. Нокдаун. Американский, негритянский боксер очень быстро восстанавливается. 16 секунд до конца раунда первого. И, конечно же, он попробует внести еще раз перелом ход этой встречи. Американские спортсмены в большинстве случаев умело приспославливаются к манере соперника. Фрэнку Лайлзу в феврале исполнится 21 год. Боксом начал заниматься 4 года назад. Сегодня проходят 101-й бой. Фрэнк испытал горечь поражения только в 5 встречах. Он студент, будущий архитектор. В прошлом году на чемпионате Соединенных Штатов Америки занял второе место. Живет в городе Сиракузе, штат Нью-Йорк. Ну, а Кабхакин встречался и с чемпионом Соединенных Штатов Дарьем Летимором в розыгрыше Кубка Мира в финале. Исраил выиграл тогда. Кабхакин удачно пользуется подготовительными действиями, ложными раскрытиями, отвлекающими ударами, различного рода финтами. Кабхакин пытается раскрыть соперника, заставить его ошибиться. И вот все время Кабхакин активно вмешивается, активно в маневры Линдеса. Предугадывает его действия. Пока вот четко фиксировал каждую ошибку, но здесь вот был пропущен удар прямой. Редактор субтитров А.Семкин Кабхакин습니까 Кабхакин. Субтитры сделал DimaTorzok По-прежнему такая полное напряжение, внутренняя игра нервов и мыслей Американский боксер не особенно активен и во втором раунде Может быть очень чувствительным был удар Я думаю, просто сковывает его наш спортсмен И дает ни на секунду перестроиться Вот и во втором раунде удачно пресекал Все атакующие попытки Шранка Лилеса Исраэла Кабхакян В красном углу четырехкратный чемпион Советского Союза Чемпион Европы и победитель Кубка Мира 1985 года Исраэл Аков Кахян Он из города Еревана Спортсмену 25 лет 11 лет занимается боксом Провел 203 боя В 192 победил Из 46 международных встреч в 44 добился побед Вот очень характерные моменты этого боя Они показывают и умелую защиту Аков Кабхакяна Его хладнокровие, выдержку и ответные четкие действия За счет этого он выигрывал на чемпионатах Европы В розыгрыше Кубка Мира, о которых мы говорили Задача не пропускать ударов И за счет маневров, контратак Сковывать соперника, ставить в ошибочное положение С этими задачами Я думаю, вы согласитесь со мной В первых раундах наш боксер справлялся А сейчас надо быть особенно внимательным Франк Лиллес Я уверен, будет стремиться переломить все-таки ход боя Впрочем, он это делал не раз и в первом и втором раундах Очень собрано четко строит вот этот поединок наш боксер Вовремя по абортиринаме варьирует темп боя Кобхакян прибавил скорость и тут же встретил дальше соперника Это удары в перчатки, вышли Превосходные дамы У Франка Лиллеса Действительно, можно согласиться с трейлером американским Рузвельтом Сандерсом, что перспективный боксер Ну, пока не удается проявить все свои лучшие качества Докончился бой? Да, зрители так переживали эмоционально, что даже боксеры не слышали удар гонга Вот так заполняются судейские листы Безусловно, подобные спортивные контакты очень важны И в общественном, и в профессиональном спортивном отношении Встречи боксеров разных школ, направлений Обогащают молодежь необходимым опытом Тем более, не исключено, что сегодняшние участники вновь могут встретиться на майском чемпионате мира Да, предстоит четвертое уже мировое первенство На трех предыдущих советские боксеры выступали успешнее американцев У наших спортсменов 20 медалей, в том числе 8 золотых В этой встрече победил Атопхокеан По-моему, не вызывалось одни Это А на счету боксеров США 13 наград И закончим мы из литки золотых чемпионских 4 В первом среднем весе Андрей Акулов из Гомеля Вот мощнейшим боковым ударом во втором раунде Послал в нокдаун чемпиона США Тима 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 Но во втором среднем весе категории наших олимпийских чемпионов Шаткова, Копенченко, Лемешева Тренеры очень надеются на молодого боксера из Грозного Руслана Тарамова Это второй раунд товарища Встреча с чемпионом Соединенных Штатов Деррина Малана Первый прошёл в постоянных, настойчивых, целеустремлённых, мощных атаках нашего спортсмена. Сколько акцента в концовках атак у Тарамова. Как уверенно, мощно он атакует. Обратите внимание. И вот так вот в первом раунде то же самое, не давая сопернику. Перестроится по ходу боя всё время беспрерывной атаки нашего боксёра. А я должен сказать, что Даррен Аллан один из самых опытных американских боксёров, победитель многих международных турниров, чемпион Соединённых Штатов. Вот на одном дыхании проводит встречу Руслан Тарамов. Обратите внимание, особенно опасен его боковой удар левый. Ну, часто неподготовленный идёт вперёд Даррен Аллан. Вот в прошлом году в подобном матче этим воспользовался Валерий Лаптев, наш прекрасный боксёр. И вот тогда он в доли секунд оценил ситуацию и нокаутировал Даррен Аллана. Руслан Тарамов, чередуя туда голову в корпус, уверенно ведёт встречу, но и, надо сказать, отдать должное американскому боксёру. Как стойко держится он, пытается, пытается всё время завладеть инициативой. Но бой проходит без пауз в боевых действиях, при смене дистанции ближний, средний Тарамов владеет инициативой. Ну, это придерживал соперника наш боксёр. Аплодирует зрители. Чемпион Советского Союза Руслан Тарамов. Спортсмену 20 лет. 4,5 года он занимается боксом. Провёл 73 боя. В 67 победил. В таком же стиле боксировал в Соединённых Штатах Руслан Тарамов. Вот это вот современный стиль. И многие наши молодые боксёры стремятся боксировать так же. На одном дыхании. Я вам говорил, товарищи, обращали мы своё внимание на то, что вы не были. Я думаю, что американские спортсмены очень быстро и легко восстанавливаются в перерывах между раундами. И иногда после тяжелейшего раунда выходят после перерыва вновь. Так, новенький, как говорится. Здесь очень уж ощутимое преимущество. Хотя Малым, конечно, заслуживает уважения. Ну, поделать мастер сегодня ничего пока не может. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уверенно, смело ходит в ударную дистанцию. И после проведения атаки моментально уходил. И из фазы боя, из ближнего боя уходил с точным ударом Тарамов. Вот видите, встречает прямыми четкими ударами, казалось бы, американских спортсменов нашего боксера. Но Тарамов сминает защиту и атакует. И так было во многих эпизодах. Но у американских тренеров давно опробированная система подготовки к соревнованиям. Они, конечно, черпают опыт в этом плане и из профессионального бокса. Очень строгий отбор в сборную. Многие кандидаты выступают в течение года в составах нескольких команд. Как вот эта, например, команда в различных соревнованиях международных. А за пару месяцев до главного турнира отбираются лучшие. С которыми идет уже непосредственная, серьезная и изнурительная, ну, направленная подготовка. Несмотря на то, что вот пока счет 8-0 в пользу у нас советских боксеров. Думается, хорошее впечатление. И все-таки, во всяком случае, неплохое оставили несколько американских спортсменов. И в том числе, вот, конечно, и Дерри Наллен. Может быть, не прост. Просто соперник сегодня Тарамов очень и очень грозный. Тарамов очень и очень грозный. Поддержал Руслан Тарамов. Совсем понятно, почему так долго не объявлялся победитель. Потому что преимущество, вы со мной согласитесь, было очевидным. А это, товарищи, уже полтяжелая весовая категория. Тоже 20-летний Нур Магомед Шановазов. Поксирует с Натаном Хаузером. Хаузер, видимо, зная атакующую мощь, прямые удары, опаснейшие нашего боксера, пытается все время двигаться, маневрировать, уходить из зоны, из ударной зоны соперника. Как это будет у него получаться? Я чувствую, он будет, конечно, рассчитывать на контратакующие такие, грусть, серийные, взрывные серии. Сейчас неожиданный, без подготовки, проведенный левой прямой, Шановазова достиг цели. Наконец, удачная атака нашего боксера. Вот этими прямыми, длинными ударами он выигрывал и на чемпионате Европы в Будапеште. И в финале, и только в финале розыгрыша мирового кубка. Спасибо. Счет 9-0, как американские боксеры, ни один из них не одержал, не сумел одержать победу. Нельзя ни в коем случае с благодушием к этому относиться. Мы знаем, что американские тренеры, американские боксеры умеют готовиться к главным соревнованиям сезона, а таковым будут чемпионат мира. И, конечно же, они значительно прибавят на месяц. Вот как результат вот этих атакующих выступательных действий, нокдаун. На последний секунду, или уже когда прозвучал гонг, как сочтет Владимир Гордиенко, нокдаун. И после этого раунда американские тренеры решили не продолжать бой, ввиду явного преимущества советского боксера. Была прекращена встреча, вот так вот Шанавазов, Нурмагомер Шанавазов из Махачкалы выиграл у Натана Хаузера. В первом тяжелом весе против американца Пиорбита, второго призера чемпионата Соединенных Штатов выступит. Да, наверное, он самый популярный сейчас наш боксер. Вы слышите, как ему аплодируют зрители Александру Ягубкину, 24-летнему боксеру из Донецка. Он побеждал во всех крупных международных соревнованиях после Московской Олимпиады. Чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, обладатель кубков мира 83-85 годов. Пиорбит, малоизвестный тяжеловес, пока что загадкой будем считать. Ну, посмотрим, как поведет он себя сегодня против именитого, опытного боксера. А тем, кто интересуется выступлениями боксеров, знакомый, конечно, остро атакующий, бескомпромиссный такой стиль направленности Убкина. Трудно сказать, как он будет вести себя в этом бою, Ягубкин. Сегодня, в последнее время, стал более рационален. Он может действовать и в атакующем плане, и в ответной форме боя. Не совсем уверенно держится американский спортсмен. Ну, а излюбленная комбинация и Убкина, боковой удар левый и прямой тут же, правый. Последите за этим. Субтитры создавал DimaTorzok Игубкин набирает очки, он не обостряет события, ведет бой спокойно, уверенно. Может быть, ждет, что предложит американский спортсмен. А пью орбит, может быть, сейчас попытался. Так, в общем-то, довольно спокойно ведет себя. Это первая тяжелая весовая категория. До 90 килограмма вес боксеров. Может быть, соскользнул удар. Так шел американский орбитр в ринге. Эдольф. Позиционный раунд на дистанции. Убкин, мне кажется, довольно точно провел его, не давая возможность сопернику вот зарпаться вот такими сериями в ближнем бою, как это он пытался сделать пью орбит в конце раунда. Орбит пью. Студент из города Майами, штат Флорида. Боксеру 19 лет. Боксом занимается три с половиной года. В прошлом году он уже принимал участие в матчах с боксерами Советского Союза. Выиграл бой у нашего тяжеловеса Сетури и проиграл встречу Рамзану Сибиеву. На счету орбита 93 боя в 11 встречах он проиграл. Но я должен сказать, что матчи американские боксеры проведут еще в Ленинграде и Ереване. И в тех вот встречах выступят многие наши тоже очень известные боксеры. Сибиев, Филмербеков, тяжеловесы. Владимир Балай, чемпион страны Абаджан. Мирошниченко, чемпион мира среди юниоров Алексей Пряничников. У нас сейчас у тренеров есть выбор. Хороший выбор. Боксеров тяжелой категории имеют ущерся. Попробует, конечно, пью орбиты в ближнем бою Александра Ягубкина. На дистанции, конечно, не получается. Американцы. Но все продолжается по плану Ягубкина. По-прежнему Александр держит на дистанции соперника и набирает очки за счет опережений, скорости ударов. А пью орбит постоянно стремится в ближний бой. Даниск опускает голову и идет в атаку неподготовленно. Пью орбит. И что может привести к травме? Нежелательный, конечно. Разнообразнее, как боксирует. Ягубкин. Разнообразнее, интереснее, конечно. И развивается бой, так сказать, по его сценарию, что ли. Видите, малейшую попытку соперника обострить ситуацию, разорвать дистанцию и войти в клинч. В этот ближний бой Ягубкин тут же пресекает. В основном прямыми ударами. Еще ни разу он не использовал свой коронный, может быть, боковой из дистанции. Сейчас, может быть. В основном субботу года в городе Иваново проходило расширенное заседание президиума Федерации бокса Советского Союза, которое ввел Павел Романович Попович. Определяли пятерку сильнейших боксеров по итогам 85-го года. Лучшим боксером страны был назван Александр Ягубкин. Сегодня в сборной Советского Союза это самый титулованный боксер, трехкратный чемпион страны, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира и дважды обладатель Кубка мира. Заслуженный мастер спорта. На счету боксера 186 боев, 164 победы, 57 международных встреч, 49 побед. Рядом с ним его тренер, заслуженный тренер Украины Александр Котов. Ну и добавлю, что Ягубкин студент Киевского института физкультуры и родился сын. Два месяца назад у Саши и он необыкновенно счастлив. Нет, я думал, что осторожнее будет боксировать Ягубкин. Небольшую травму получил. Ну, в том же стиле идет поединок. Вот так, как в ближнем бою отлично завершает комбинацию левым боковым ударом. Постоянно владеет инициативой наш спортсмен. Никак не может пью орбит туда брать ключи. Многие американские журналисты приехали на этот матч. И вот я вижу здесь постоянно, они снимают все поединки. Конечно же, будут изучать манеру советских боксеров-лидеров нашей сборной и молодых спортсменов, которые произвели сегодня отличные впечатления. Ну и другие, Тарамова, Ишиновазова и других. Опасные движения головой. Пью орбит не успевает за Ягубкиным. Наш спортсмен по-прежнему быстрее, разнообразнее и четче действует. Никак не успевает за Ягубкиным. Запад Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok